Сегодня мы пришли в гости в ресторан Дюк-Дюк, чтобы научиться готовить настоящий форшмак У бренд-шефа ресторана Лары Кацовой Абсолютно правильный форшмак, я бы сказала Значит, моя дорогая, дело в том, что существует несколько вариантов классического так называемого форшмака Форшмак с яблоком, форшмак с лимонным соком, и есть такие несчастные, которые в форшмак еще добавляют яйцо Про них мы забудем вообще, и сегодня мы будем готовить форшмак именно с лимонным соком Потому что с детства мне рассказывали, что это самый правильный форшмак Почему самый правильный? Потому что от яблока форшмак темнеет, получается, скажем так, не очень эстетично Плюс он довольно специфического, очень сладковатого вкуса И на мой взгляд, именно с лимонным соком такой форшмак, он более вкусен, правилен и гармоничен Поэтому для форшмака нам понадобится филе сельди, лимон, булочка, про нее я расскажу отдельно Молоко, лук-шалот, сливочное масло И для того, чтобы мы красиво это подали, у нас, безусловно, есть правильный вкусный бородинский хлеб Огуречек и еще вот такие небольшие лепестки редиса Итак, с чего мы начинаем? В связи с тем, что рядом со мной два страшных ножа В данный момент я в руках держу этот поварской нож, то есть с длинным лезвием А есть еще нож, который называется тесак Вот именно с твоего разрешения с тесаком я сейчас буду работать А потом перейду к поварскому ножу Итак, одеваем перчаточки Перчаточки мы надеваем не для того, чтобы, потому что мы должны готовить в перчатках А потому что, в принципе, мы будем работать селедкой, для того, чтобы просто руки не пахли Потому что вдруг продолжение марлезонского балета, вечер, лирическое настроение, не правда ли? Я предлагаю сделать следующее Взять пустую абсолютно мисочку Рядом булочка Значит, обрати внимание, что это не просто булочка, не просто батон Это сверловская булочка Именно она дает такую ту сладкость, которая, в принципе, должна присутствовать в форшмаке Далее Вообще, одесские, еврейские женщины правильные Делали форшмак с халой Это именно такой сладковатый хлеб, который пекли на шаббат Я долго думала, чем можно заменить халу, потому что халу печь все время очень трудно Я нашла вот эту сверловскую булочку Что мне нужно, чтобы ты сделала? Ты снимаешь вот так вот верхнюю часть ее, вот эту самую сладкость сюда Потом берешь мякиш, на кусочки разрываешь и заливаешь молоком Как только ты залила молоком, эту булочку надо, как говорят в Одессе, извините, дорогие друзья, пожмакать То есть руками сделать массаж Вот, пожалуйста, этим занимаемся Я в это время беру филе селедки Режу сначала на кусочки И начинаем постепенно филе селедки рубить Рубить следующим образом Вот такими движениями Им надо постепенно учиться На самом деле это все довольно несложно Здесь просто надо набраться терпения Я заливаю все молоко? Да, все молоко Еще можно делать вот так Но это когда что-то с настроением Я вообще в плохом настроении не готовлю Но если... Вообще успокаивать должны Вот, успокаивать Знаешь? Такие движения, да? Да, как я всегда говорю, счет жпх пришел И вот вспомнила всех товарищей по горячей холодной воде И так далее Пока жмакается булочка Что мы делаем дальше? Мы добавляем сюда именно лук-шалот Видишь, очень мелко порезанный лук-шалот Почему лук-шалот? Потому что он не обладает очень ярко выраженным острым вкусом Вот, но лук нам в любом случае необходим Мы даем сюда столовую ложку с горкой Именно лук-шалот Это примерно вот такая небольшая луковка Примерно Да, дальше Да, мы даем сюда всего лишь одну столовую ложку масла И больше не даем его вообще Для чего нам нужно масло? Для того, чтобы у форшмака, у этого паштета и селедки Была форма Только для этого И больше ни для чего В отличие от других непонятных мне людей Для связки и консистенции Совершенно верно, да Да Я так отжимаю вот эту булочку И выкладываю вот сюда На это тоже нужно определенное время Определенное спокойное нервное состояние Этого будет достаточно Вот, и я снова, как ты видишь, все это дело ножом превращаю в единую массу Совершенно верно Именно в единую массу И вот сейчас уже без перчаток, без чего-либо Мы выжмем лимонный сок Вопрос, как ты выжимаешь лимонный сок? Я режу лимон пополам и давлю Неправильно Значит, сначала Правильно Но есть вариант легче Из серии Lifehack Все время хочется сказать другое слово Вот Сначала нужно сделать массаж Сделай массаж Совершенно верно Вот теперь Сделав массаж И пока я рублю Раздели пополам лимон Совершенно верно Теперь кончиком ножа Сделай в лимоне дырочки Нет, нет, нет Вот с этой стороны Совершенно верно Еще, еще Так гораздо Быстрее И удобней И легче Мы выдавим сок Да Кроме этого Вот этого можешь не делать То есть я уже увидела Что ты Косточки Косточки Что мы делаем С лимонным соком Разреши Мы кладем руку И рука будет выступать хитом То есть Мы просто выдавливаем Сок И все оставшиеся Косточки Они останутся Именно В нашей руке И не попадут в форшмак В форшмак Они попасть В принципе Не должны Потому что Иначе Любое блюдо Будет форчить Мы же Этого Не хотим Да Вот И я снова И так Вот собственно говоря Форшмак Который уже готов Быстро Просто И аккуратно Ничего прокручивать не надо Ни в коем случае Ни в коем случае Некоторые домохозяйки Прокручивают Этого дела Свежий огурчик Он нам нужен Для того чтобы Во-первых Мы украсили блюдо А во-вторых Для того чтобы Мы просто Сделали еще вкуснее Потому что Ну Это элементарные вещи Селедка В каком бы виде Она ни была Как-то Со свежим огурчиком Ну Согласитесь Вкусно Возьмем Несколько слайсов огурца Вот И просто Порежем Да Совершенно верно Сейчас Так Теперь мы берем Бородинский хлеб Ну Желательно Бородинский хлеб Разложим Вот так Возьмем Две ложки Сделаем Ложек С форшмака Ложками А есть какой-то Особый секрет Засолки Этой селедки Ну Честно говоря Есть Есть Кладутся Не такие специальные Специи Кладутся Да Какие вы нам не расскажете Нет Ну правда нет Нет ли там горчицы Например Нет Нет Горчицы Все гораздо Лучше Чем я думала Я тоже Я видела Как-то Вот Другую Белмассу Вот видимо С яблоком Не хочу Никого Обидеть Не дай бог С яйцом Так Сверху Мы выкладываем Так Огурчик И вот сюда Еще Вкладываем Огурчик Потом Все Подотрю Огурчик И Как я и говорила Слайс Такие Какая Красота Редиса Редис Тоже Селедкой Очень Неплохо Смотрится Готово Класс Спасибо На здоровье Приятного аппетита Редактор субтитров А.Семкин